Всем привет! С вами Оля и вы на моем канале. Как вы знаете, я собираюсь поехать на уикенд в Одессу со своей семьей. И многие мои зрители попросили снять отдельное видео о том, как же я буду собираться, как я буду собирать чемоданы. Поэтому специально для вас сейчас я снимаю такое видео. Предлагаю не терять время, а будем с вами начинать. Но перед этим я попрошу вас поставить мне лайк, потому что для меня это очень хорошая мотивация, чтобы и дальше продолжать снимать видео. Перед тем, как собирать чемоданы, нам надо с вами понимать, куда мы едем, на сколько мы едем и каким путем мы будем добираться. И от этого будет зависеть в первую очередь, какие чемоданы нам выбирать, большущие или один маленький. Как вы знаете, мы едем на автобусе. Поэтому у меня будет два чемодана. Один, который будет в багаже. И вторая, небольшая сумочка, которая будет с нами внутри в автобусе со всем необходимым. Следующий момент. На сколько мы едем? Мы будем два дня в пути и три дня в Одессе. Поэтому я буду собирать вещи с учетом трех дней пребывания в Одессе. И третий момент. Нам обязательно с вами надо знать, какая же погода будет в это время в том городе, в котором мы будем находиться. Я уже посмотрела прогноз погоды. Там 32-34 градуса жары. Поэтому я не вижу смысла брать туда куртку, шапку и дубленки. Мы возьмем только купальники и платье. Перед тем, как начинать собирать чемодан, я всегда советую писать список. Что же нам надо? И список я всегда разделяю на несколько подразделов. Первое – это самые важные вещи, о которых нам ни в коем случае нельзя забывать. К таким вещам я отношу паспорта, медицинские страховки, денежка, конечно же, ну а также билеты, если, например, вы полетите на самолете. Второе – это вещи, которые обязательно надо взять с собой, но они не столь важны, как паспорта. Сюда я отношу аптечку. Я всегда беру с собой небольшую аптечку в путешествии. Мало ли что может произойти, и чтобы не бегать, не искать открытую аптеку, у меня всегда есть все с собой. Также к менее важным, но обязательным вещам я отношу подзарядки, сотовые телефоны, дополнительные зарядные устройства, возможно, они вам нужны, и фотоаппарат. Я буду все снимать. Мне фотоаппарат нужен не только для фото, но также для видеосъемки. И, соответственно, мне нужен будет с собой еще компьютер, потому что я сразу буду монтировать видео, чтобы вы могли как можно быстрее все увидеть, как проходит мой отпуск. Если вы не видеоблогер, то я вам не советую брать с собой в дорогу планшеты и ноутбуки. Все-таки вы едете отдыхать, а за планшетом или ноутбуком вы можете и дома посидеть, согласитесь. Следующую часть списка я также разделяю на подразделы. И это первая одежда, которую мы будем носить там в Одессе. Как я вам уже сказала, я положу три платья себе и Янке, потому что три дня, и каждый раз, я думаю, нам захочется что-то новенькое одеть. Это будут обязательно купальники. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! На всякий случай я всегда советую положить кофточку, потому что вдруг мы будем ходить вечером или ночью гулять, а вечером может быть прохладно, поэтому кофточка джутик тоже нужно взять с собой. Ну и так как будет жара, то конечно же, конечно же, обязательно нужны головные уборы, шляпы, панамы, что-нибудь, но у нас дома ничего такого нету, поэтому это мы купим на месте. И обязательно, обязательно я возьму с собой полотенце, потому что неизвестно, какое количество полотенец нам дадут в отеле, а мы все-таки будем ходить на пляж, если хочется что-то и постелить, и чем-то надо будет вытереться. Поэтому не забывайте, если вы едете отдыхать, взять с собой на всякий случай полотенце. Следующее, что надо выбрать, это что мы возьмем из косметики и средств личной гигиены. Сейчас я вам подробно расскажу, какую косметичку я буду собирать для себя, какие любимые средства я буду брать с собой, без которых я не вижу своего ежедневного ухода. Из косметических средств я с собой в дорогу обязательно беру средства для умывания. Это мицеллярная вода от Гранье, я ее обожаю, уже пробовала разную другую воду, но все равно возвращаюсь всегда к ней. Замечательно удаляет макияж, без нее никуда. И обязательно после того, как я умываюсь мицеллярной водой, я смываю все обычной водой и после чего протираю лицо тоником. Тоник у меня тоже от Гранье. Очень мне он нравится, поэтому беру эти две бутылочки и обязательно ватные диски с собой. Что касается дополнительного ухода и кремов, много я брать не буду. Я возьму с собой вот такой вот крем от Vitex, это совершенно фарфоровая кожа. Это крем с SPF, к сожалению, только 20. Конечно же, на море лучше взять побольше, желательно SPF 50 найти. Ну, посмотрим, может быть, найду там уже в Одессе. Пока вот беру с собой вот этот вот крем от Vitex. Мне он очень нравится, каждое утро его наношу. Для дополнительного увлажнения кожи я пользуюсь сейчас алоэ гель от Миша. Вам не передать, как я им довольна. Смотрите, какая громадная банка, пусть она и тяжелая, но, опять же, не я понесу чемоданы до Одессы. Все-таки они поедут на автобусе, эти чемоданы, поэтому беру с собой. Средство не только увлажняет замечательно лицо. Мне очень нравится и утром, и вечером я им пользуюсь. Помимо этого, это замечательное заживляющее средство. От солнечных ожогов. Если вдруг так получится, что мы обгорим на солнышке, этот гель замечательно справляется с ожогами, с любыми ранками. Помажешь на ранку, буквально за день все проходит. Очень я довольна. И на все тело можно наносить, и на лицо, как я сейчас пока наношу, поэтому это банк с собой. Я уверена, это должно быть средство номер один в любой поездке. Вот я его советую от Миши. И беру с собой также от Миксит. У меня есть такие патчи под глазки. Беру с собой, потому что, скорее всего, в пятницу рано утром мы приедем. Вся ночь у нас будет бессонная. В автобусе, сами понимаете, сильно не поспишь. Поэтому с утра, сразу же, как приеду, сделаю себе такие патчи. Посмотрим, насколько они мне помогут и освежат мое личико. Точнее, мою зону под глазами. Посмотрим. Не знаю еще, как они работают. Решила попробовать. Вот все, что касается именно косметики и ухода, который я беру с собой в поездку. У нас с Янкой волосы длинные, вы сами это знаете. И мои, по крайней мере, волосы очень плохо высушиваются самостоятельно. Я всегда пользуюсь феном. Не всегда в отелях есть фен. И чтобы не думать о том, как же высушить голову, как себя привести в порядок, я обязательно положу в чемодан еще свой любимый фен. Для волос я беру с собой свой самый любимый фен. Я им пользуюсь уже очень давно. Ему, наверное, лет 10. Это Бош. Он мне очень нравится. Если помните, в Польше я покупала вот такую маску для волос. Это глубокое увлажнение и восстановление волоса. Лонда Профешнл. Он мне очень нравится. Действительно, очень хорошо питает волос. Волос насыщает. И когда отдыхаем на солнышке, конечно же, такую масочку желательно взять с собой. Целую эту банку я брать не буду. Я чуть-чуть переложу в маленькую и кину в чемоданчик. И для ухода за волосами я еще беру вот такой спрей. Это спрей с SPF-фильтром. То есть он, мало того, что защищает от солнечных лучей волосы, также он является термозащитой. Перед тем, как сушить волосы феном, я наношу этот спрей и потом уже сушу. Как вы видите, активно им пользуюсь. Как раз чуть-чуть осталось. Кидаю в чемодан и продолжаю дальше собирать чемоданы. Ну и, конечно же, средства личной гигиены. Зубная паста, зубная щетка. Это надо сразу брать с собой. Хотя вы, конечно, все это можете покупать на месте. Средства для и от загара, и для загара, и после загара. Здесь мы сейчас ездить искать по магазину не будем. Там морской город. Там всегда жарко. Приезжает очень много людей. Туристов именно позагорать, отдохнуть. И выбор таких средств для загара, от загара и после загара в Одессе, я считаю, намного больше, чем у нас здесь в Минске. Поэтому это мы будем покупать на месте. Самое главное, когда вы соберете все вещи, не забудьте взять... Самое важное, что есть в вашей жизни. Это вашего ребеночка. Яночку. Не забудьте взять с собой Яночку. В принципе, вот основное, что мы вносим в список, чтобы не забыть, чтобы все это взять с собой. И потом уже делим, как я говорила, на два чемодана. Один чемодан, который пойдет у нас в багажное отделение автобуса, туда мы положим все то, что в автобусе нам не пригодится. Все то, что пригодится уже непосредственно на отдыхе, когда мы будем гулять, загорать, отдыхать. Ну а в автобус уже мы делаем отдельную сумочку. Туда мы положим именно те вещи, которые, возможно, нам могут пригодиться в дороге. Также со мной в автобус пойдет мой ноутбук. Без него я никак, я не могу себе позволить положить его в багажное отделение, потому что я не знаю. Возможно, мой чемодан закидают другими чемоданами, и что-то может произойти с моей техникой. Поэтому дорогостоящие вещи, вещи, которые могут сломаться, побиться, обязательно я советую брать с собой. Либо в автобус, либо если вы летите на самолете, то вручную кладь. Еды мы много брать с собой не будем, хоть мы будем ехать целые сутки на автобусе, что туда, что обратно. Мы возьмем самое необходимое, попить водичку и сок. Возьмем из фруктов яблоки, потому что Янка больше всего любит яблоки, она их кушает. Также я думаю, что возьму ей с собой огурчики, возьму хлебушек, мясные, молочные продукты. Я не советую брать с собой в автобус, потому что кто знает, какая будет погода и в каком будет состоянии эта еда уже через пару часов. Всегда автобус делает остановки, поэтому можно остановиться на какой-то заправке, зайти в магазинчик и купить там кофе, булочку или что-то другое на перекус. Я вам рассказала, как мы собирались в поездку, как мы собирали чемоданы, по каким критериям, что куда делили и почему именно так, а не иначе. Надеюсь, вам было интересно, возможно, для кого-то это было полезно, а я с вами уже буду прощаться, потому что мы продолжаем собираться в поездку. Надо еще много всего дома сделать и об этом вы узнаете, если посмотрите мой влог, чем же я занималась в этот день, кроме того, как снимала это видео и собирала чемоданы. Спасибо большое за просмотры, спасибо за ваши лайки, спасибо за подписки. Мне очень приятно, что вы остаетесь со мной, что вы участвуете в жизни нашей семьи. Вы у меня самые лучшие, я всегда вам об этом говорю и не устану это повторять. Спасибо, что вы есть. С вами была Оля, и вы были на моем канале. Все, до новых встреч. Пока-пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok